Волонтеры из Югры помогают обустраивать один из военных госпиталей в Луганской Народной Республике. Активисты гуманитарного добровольческого корпуса привозят необходимый инвентарь, сортируют коробки с медикаментами, натягивают маскировочные сети для защиты машин эвакуации. В госпитале добровольцы гумкорпуса встретили свою землячку. Гульфия ранее работала медсестрой в Сургуте, сейчас несет службу в вооруженных силах Российской Федерации. Друзья и родственники поддержали выбор девушки. Тем более, что в роду у Гульфии много военных. У меня дедушка служил. Не погиб, но служил, да, вернулся. Был и плен, и плен его взяли, вернулся, но сейчас уже умер. У меня служил в Афганистане дядя. У меня двоюродный брат служил в Чечне. Еще два двоюродных брата служили тоже в Чечне. Я на СВО, получается. Я продолжаю. Я горжусь этим. Я горжусь этим, что я здесь. Узнала я о миссии гуманитарного добровольческого корпуса от своих руководителей. Они своим личным примером показали, что нужно в этом участвовать, помогать населению, развивать новые присоединенные регионы. В Сургуте прозвучал победный залп. Традиционная акция «Полуденный выстрел» в этом году проходит на новой локации. Организаторы мероприятия «Центр исторической реконструкции Арсенала» решили переместить легендарную противотанковую пушку ЗИС-3 в более колоритное место. Теперь холостой выстрел в честь победы советских войск над фашистской Германией звучит возле памятника пограничникам на набережной Речпорта, откуда во время Великой Отечественной войны уходили на службу защитники Отечества. Для выстрела победы неслучайно выбрали ЗОСю. Это самая массовая артиллерийская система Второй мировой войны. Ее собрали словно пазл из деталей других орудий, уже освоенных заводом имени Сталина. И сделали на века. Спустя 82 года ЗОСя до сих пор стреляет. Мы выиграли за счет стойкости духа людей и нашей техники, которая была сделана, можно сказать так, по более суровому, с менее сильными допусками. То есть, грубо говоря, если в немецкой технике где-то у них допуски микроны, доли миллиметра, то у нас таких нет. И у нас чуть больше зазоры. Тем самым техника больше может выдержать нагрузки, песок попасть, грязь, земля засориться, но при этом оно все равно продолжает действовать. ЗИС-3 и Пануини стоит на вооружении в Камбодже, Намибии, Никарагуа, Судане и других странах мира. В России это легендарное орудие теперь используется только для почтения памяти павших героев и в патриотических акциях Победы. Вот и сургутский полуденный выстрел ежедневно собирает десятки зрителей. Праздник ждем, 9 мая, День Победы. Мне папа воевал. В Ленинграде он был. Блокаду всю. Дядя пропал без вести. Мы этот праздник отмечаем, хоть и нету шествия. Мы берем портреты на дате, собираемся. Вот и подруга тоже. Возставляем. В общем, мы этот праздник очень любим.